Друзья, приветствую вас на канале InvestFuture и мы обсуждаем главные новости из мира экономики и финансов за 22 августа. Давайте начнем с некоторых итогов протоколов Федеральной резервной системы, которые были опубликованы вечером в среду. И это конспект того, что обсуждала ФРС на самом деле на заседании 30-31 июля, когда, как вы помните, была в первый раз за много лет понижена процентная ставка. Ну, собственно, здесь подтвердились ожидания о том, что июльское снижение было скорее предварительным и, как написано в протоколе, было необходимо как страховка от негативных последствий торговой войны и также мера, которая может поддержать инфляцию, которая в Америке не дотягивает по-прежнему до целевого уровня в 2%. При этом в отчете подчеркиваются риски для перспектив американской экономики, даже несмотря на то, что в моменте она по-прежнему остается достаточно сильной. Особенно отмечается слабость и риски дальнейшего проседания в обрабатывающих секторах американской экономики. Ну и, собственно, опубликованные протоколы привели к некоторому ослаблению курса американского доллара, потому что они практически наверняка прокладывают дорогу для того, чтобы на заседании 18 сентября американский центральный банк в очередной раз понизил процентную ставку. Уже второй раз, ну, фактически подряд. Рынки уже практически на 100% заложили это решение в цену и, похоже, именно эти факторы сейчас и не позволяют американскому фондовому рынку продолжать свое снижение, несмотря на то, что по поводу торговой войны сохраняется высокая неопределенность. Вот буквально сегодня Китай в очередной раз подчеркнул, что планирует вводить все-таки ответные меры, чтобы отомстить американцам за новые торговые пошлины, которые будут введены во втором полугодии. Ну, так или иначе, сейчас в краткосрочном периоде нас с вами в фокусе заседание симпозиумом центральных банков, которое пройдет в конце этой недели в Джексон Хоуле. И в пятницу, по-моему, в 5 часов по московскому времени мы сможем послушать выступление главы ФРС Джерома Паула. Это, конечно, самый ожидаемый гость на этой встрече. Выступление будет посвящено теме монетарной политики, и, конечно же, это все будет сразу же растащено на цитаты всеми крупнейшими СМИ и окажет влияние на курс доллара. Будет ли Джером Паула говорить о рисках, будет ли он говорить о том, что необходимо и дальше смягчать политику, касаются ли планов ФРС только понижения ставок, или, возможно, также и какой-то новой программы из серии количественного смягчения. В общем, это все будет очень внимательно обсуждаться и будет рынками оцениваться. Если Пауэлл даст достаточно мягкие сигналы, то мы можем увидеть рост на фондовых рынках, как на американском, так и на развивающихся, и ослабление курса американского доллара в моменте. К этому нужно быть готовыми. То есть, вот в пятницу, как раз-таки, уже к закрытию российского рынка будут ясны заголовки и тезисы, с которыми Пауэлл придет, а в понедельник, вероятно, на российском рынке это будет отыгрываться. Так что следите внимательно. Тема номер два. Как-то мы с вами не успели поговорить о громкой истории с Гренландией, которая в СМИ сейчас очень широко обсуждается. Я напомню, что 16 августа стало известно, что президент США Дональд Трамп проявил интерес к тому, чтобы у Дании выкупить крупнейший в мире остров, покрытый льдами, на котором проживает 56 тысяч человек. И сначала можно было подумать, что это какая-то шутка. Но вот тут высокопоставленные чиновники из трамповской администрации подтвердили эту историю и рассказали, что, во-первых, предлагалась некая единовременная выплата, сумма которой не раскрывается. А во-вторых, Америка была готова выплачивать по 600 миллионов в год Дании за Гренландию. Ну, датчане, конечно, сразу отказались, сказали, что мы открыты к сотрудничеству, но не к продаже. А Трамп сказал, что ну зря вы все так переживаете, это всего лишь крупная сделка в сфере недвижимости и не более того. Сколько на самом деле стоит Гренландия? Ну вот все сразу бросились подсчитывать. Например, The Washington Post сказала, что если попытаться оценить Гренландию как публичную компанию, то ее стоимость составит 1,7 триллиона долларов. А вот американский Forbes сравнивает историю с Гренландией с покупкой Аляски у Российской империи в 1867 году. Это, наверное, самая невыгодная сделка, которую Россия когда-либо совершала. И если перевести сделку с Аляской на сегодняшний курс, то получится, что за нее было заплачено 130 миллионов долларов. Если по аналогичным параметрам рассматривать, то Гренландия могла бы стоить сейчас 184 миллиона долларов в сумме. Вот такие оценки были выданы. Почему американцы так заинтересовались покупкой Гренландии? Здесь есть две причины. Во-первых, это, конечно, огромная территория, которая на сегодняшний момент, да, покрыта льдами и не очень-то пригодна для проживания. Но, с другой стороны, в связи с глобальным потеплением ледники будут постепенно сходить на нет. И эта территория станет уже намного более интересной и перспективной. С другой стороны, я думаю, что именно второй момент Трампа больше всего возволновал. Это то, что Гренландия обладает огромными запасами редкоземельных металлов. А сейчас, я напомню, на 70% мировой рынок этими металлами обеспечивает, конечно же, Китай. И на 90% он их и обрабатывает. Соответственно, Америка ищет какие-то стратегические пути, чтобы ни в чем от китайцев не зависеть. И, соответственно, устанавливает свои правила игры на рынке. Потому что редкоземельные металлы очень важны в высокотехнологичной промышленности. Вот такая вот история. Отношения дипломатические между Америкой и Данией сразу стали намного более натянутыми. Трамп отложил свой визит после отказа датской стороны. Ну, посмотрим, как будут дальше развиваться эти переговоры. Вообще, интересно, конечно, получается. В то время, как некоторые страны территории аннексируют, которые им интересны, американцы с цивилизованной Данией все-таки пытаются договориться о покупке территории на финансовых условиях. Хотя, справедливости ради, не везде США ведут себя так красиво. Потому что в тех же арабских странах, как мы знаем, зачастую вопросы решаются силовыми методами. Но мы переходим к следующей третьей теме. Сбербанк продолжает консолидацию российского интернета. И сейчас стало известно о том, что обсуждается компания крупнейшего картографического сервиса «Дубль ГИС». Это новосибирская компания. Она работает еще с 90-х годов. Была частью холдинга «Техноград». В 2004 году компания стала самостоятельной. Она очень популярна, в том числе, за Уралом. Почему-то в центральных городах России «Дубль ГИС» пользуются не всем. Но, тем не менее, у компании 45 миллионов пользователей. У сервиса из 370 городов в 9 разнообразных странах. С 2018 года сервисы «Дубль ГИС» включены в стандартные карты компании «Эппл». Но интересная, конечно, получается ситуация, потому что Сбербанк, как мы видим, не жалеет денег. Уже раньше говорили о том, что Сбербанк заинтересован в том, чтобы купить все-таки Яндекс. Уже есть совместные проекты с тем же Яндексом и Мейлом. Долю в Рамблере Сбербанк уже купил. Теперь вот дошла очередь до компании «Дубль ГИС». Как вы думаете, кто следующий на очереди? Как вам кажется, насколько эффективно такое поглощение интернет-компаний Сбербанка? Ну, что касается акций Сбербанка, пока мы видим, что тренд там у нас не очень хороший в последние недели. Как вы думаете, насколько сейчас акции Сбербанка интересны? Я их в портфеле держу, но пока вот как-то больших драйверов роста не видно, тем более, что расходы компании только возрастают. Сюжет номер 4. Немножко финансового негатива. Россияне стали все чаще покупать продукты питания в рассрочку. Об этом нам стало известно из свежего исследования, которое было опубликовано Банком «Русский стандарт». Ну, смотрите, если в 2018 году доля покупок на карты рассрочки была менее 10%, то по итогам первого полугодия она уже выросла до 14%. При этом, что тревожно, в 2018 году продукты питания находились на пятой позиции, сейчас они поднялись до второго места. На первом месте традиционно находится бытовая техника и разнообразная электроника среди товаров, которые наиболее часто покупаются на карты рассрочки. Почему это происходит? Причин может быть, как мне кажется, две. Первое – это падение реальных располагаемых доходов населения, которое продолжается, несмотря на все усилия Росстата. Да, это банальная нехватка денег. Ну и вторая история заключается в том, что очень часто по картам рассрочки можно найти более какие-то выгодные предложения. В частности, это может быть беспроцентный период, это могут быть специальные скидки для держателей карт рассрочки или повышенный кэшбэк. У меня, кстати, уже есть на канале видео о том, как работает кэшбэк, какие существуют лайфхаки. Я ссылочку на него оставлю в закрепленном комментарии. Посмотрите, если вы еще не видели, но оно уже не новое, но тем не менее, менее интересным и полезным оно от этого не стало. Напишите в комментариях, пожалуйста, друзья, пользуетесь ли вы картами рассрочки, какими и почему вы это делаете. Может быть, у вас есть какие-то лайфхаки. И если вам интересно, то я могу собрать информацию и для вас сделать отдельный выпуск о том, какие карты сейчас есть и какие из них наиболее интересны, какие есть полезные советы, чтобы их эффективно использовать. Так что жду ваших комментов на эту тему. И пятая тема. Давайте немножко поговорим про финансовых мошенников. Здесь интересная схема раскрылась. Так называемые псевдо-юристы или по-другому еще они называются расстрахователи. Если вы в поисковике забьете возврат страховки по кредиту, то найдете огромное количество компаний, которые предлагают вам поспособствовать в том, чтобы вернуть вот эту вот страховку. Вообще, действительно, после того, как вы погасили беззалоговый кредит, такой, как, например, по кредитке, кредит наличными, потреб кредит, вы можете свою страховку вернуть, если иное не прописано в вашем договоре с банком. И, как правило, это можно сделать самостоятельно, без обращения к юристу, просто написав заявление в вашем банке. Но очень многие компании вот такие услуги людям навязывают и дальше проворачивают некрасивую схему. Они своим клиентам предлагают открыть предоплаченную карту в конкретном банке, либо же делают это вообще самостоятельно, потому что для открытия такой карты достаточно паспортных данных и номера телефона. Паспортные данные вы им предоставляете, а номер телефона они берут свой, привязывают. И таким образом вы не можете контролировать, что происходит дальше с движением денежных средств. Мошенники обращаются в банк. Банк, как правило, действительно возвращает деньги, потому что вы мошенникам даете на это доверенность, на то, чтобы действовать от вашего лица. А дальше мошенники приспокойненько часть денег или даже все деньги выводят. При этом еще и вы им платите за услугу. Получается такой вот двойной урон. Будьте, пожалуйста, осторожны, потому что, как правило, можно обойтись без них. Ну а если все-таки требуется помощь юриста, то очень внимательно проверяйте такие компании, читайте отзывы в интернете, ищите отзывы реальных людей, а не проплаченные отзывы. Ну и также к этой же теме могу сказать, что очень осторожно нужно быть с чарджбэк разнообразными сервисами, которые предлагают вернуть средства от брокеров-мошенников, потому что среди них тоже очень много недобросовестных игроков, которые с вашими деньгами сбегают. Ну, вообще про финансовых мошенников у меня было отдельное конкретное видео. Мне кажется, оно суперполезное для каждого, кто вообще заинтересован инвестициями в интернете, потому что подводных камней очень много, очень много недобросовестных компаний. Посмотрите это видео, ссылка на него есть в закрепленном комментарии. Всем, друзья, желаю удачи, берегите свои деньги, не доверяйте людям, которые вашего доверия не заслуживают. Ну и до новых встреч на нашем канале. Ставьте лайк, подписывайтесь, жмите на колокольчик. С вами была Кира Юхтенко и команда проекта InvestFuture.